Добрый день, друзья! Мы приехали в город Белогорск, в Белогорский суд. Сегодня рассматривают дело с Соломиной. Смотрите, уже сколько людей собралось в поддержку Олегу Алексеевичу. И это только начало. Уже несколько десятков людей здесь. Много камер. И гостя касался в лучшем. Я на пути. Я на пути. Я, я. Я на пути. Я на пути. Он единственное, о чем говорит, не мешайте мне, я создам райские места в Крыму. Белогорск. Огромный туристический кластер, который можно было бы вообще Белогорск превратить в столицу туризма Крыма. Это уникальное было бы место. Это и Белая скала, и парк его приключений круче, чем Дисмилей, и парк Тайган, и кольцевать со сказкой и в Евпатории. То есть у него огромные проекты за свои собственные деньги. Это самый потенциальный инвестор Крыма. Где у нас инвесторы в Крыму? У нас только форумы инвесторов проходят, что-то там составляют, а потом все, деньги огромные тратят, и ничего дальше не идет. И на сегодняшний день то, что они делают с Олегом Судьбовым, это просто преступление. Это может делать только оккупационные оккупанты. Враги наши. Друзья, вот даже мамочки с детьми приехали поддержать Олега Алексеевича Зубкова. Ангелина приехала. Кстати, Львина Ангелина приехала. Привет, по машинам. Она переживает тоже за Олега Алексеевича. Все ждут положительный исход событий. Мы тоже надеемся, что суд будет справедливым. Так, друзья, сторонники парков, вот я уже увидел, идет Олег Алексеевич со своими близкими. Вот Костя, народное слово, снимает. Я поснимаю издалека, чтобы не мешать процессу. Здравствуйте. 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 Удачи. Спасибо. Здравствуйте. Смотрите, какая армия сторонников приветствует Олега Алексеевича. Я не знаю, сколько продлятся премии сегодня. К сожалению, следствие уже окончено, и наша защита не сможет приобщать никакие доказательства. Судья очень быстро прогнала после экспертизы судебный процесс. Вот, но я иду в суд с чистой совестью, я не совершал никакого преступления, тем более с умыслом, вы это прекрасно все знаете. Да, я оказывал услугу, которая сделала знаменитый парк Тайган на весь мир. Вот, и, в общем-то, эта услуга была не бюджета образующая, а была просто показать, что я управляю большими львами, и я это делаю. Вы знаете, что в рамках этого дела и этого инцидента я сделал все от себя зависящее для того, чтобы все было и по закону, и по человеческим законам. Я усмирил льва, который не разорвал, не набросился, а прикусил подвыпившую туризму. Он так отреагировал на это, на ее поведение, на запахи, возможно, и все. Но рядом лежали еще 8 других львов. Никто не прыгнул, не поднялся. Я вывез ее из саванны, а не бросил так. Я поместил ее в медпункт, я вызвал врача, предоставил ей все необходимое для того, чтобы она была с телефоном, звонила по всему Крыму. А на утро, когда врачи сказали, что лучше, чтобы ее посмотрели в стационаре, ей была предложена лучшая клиника «Генезис» в Крыму. И оплата не только лечения, но и за испорченный отдых. Но Ольга Соломина выбрала язык шантажа. Миллион рублей, только я сдвинусь с кровати, ну и такое-такое. Все вы детали этого дела знаете. Ну, надежда была на то, что суд внимательно разберется, поскольку никакого ущерба я для здоровья абсолютно не видел. И не вижу сегодня, вы видите, бодрого, здорового человека, снимающегося с первых дней в сюжетах различных, дающего интервью. Но так уж пошло по суду, и сегодня мы только можем по судебному решению какие-то издержки оплатить, которые будут доказаны материальные, которые 550 тысяч составляет поездка в Индию на разработку руки. Либо моральные 2,5 миллиона, что вообще не заслуживает, на мой взгляд, внимания. Потому что если вы будете прыгать с парашюта или прыгать за ноги себе, привязывать там с мостов, то если у вас что-то там порвется или разорвется, то какой, да, моральный ущерб. Вы прекрасно знаете, что если вы сидите дома в квартире, это одна ситуация. А если вы ищете себе приключений, то все может быть в этой жизни. Вот, но, к сожалению, у нас праведливое решение суда я сегодня не надеюсь. Вот, потому что явный обвинительный уклон, явная заангажированность судьи прослеживается. Ну и самое главное, это посадка практически ни за что, абсолютно ни за что, без каких-либо причин. Посадка в тюрьму на 2 месяца, спасибо адвокатам, через 9 дней вырвали. Но раз эта судья сумела посадить, смогла посадить один раз без причин, вот, то она и может опять посадить и испортить там несколько месяцев или даже лет жизни. Вот, но на этом жизнь не заканчивается. Еще раз повторяю, моя совесть абсолютно чиста. Вот, я никакого совершения не совершал, вот, тем более с каким-то глубоким умыслом. Вот, все история расставит на свои места. Я верю в своих адвокатов, в свою защиту. Белогорский суд, это не последняя инстанция в этом деле. Будет еще, наверное, Краснодар, Москва и так далее. Самое главное в этом деле нет, кроме этой фальшивой экспертизы, которая покрывает вот экспертизу Белогорскую с этой флегмоной, придуманной совершенно. Нет никаких документов, которые говорили бы и об опасности услуги. Ни один специалист, ни один эксперт, ни один свидетель, ни один дрессировщик не сказал, что это опасно при соблюдении мер безопасности. И нет никаких документов, подтверждающих мою виновность. Ни Роспотребнадзор, ни другие инстанции, которые к этому делу касались. Эта услуга уникальна, она не описана российским законодательством и тем более не запрещена им. Вот я ее проводил на протяжении 7 лет и больше 7,5 тысяч человек воспользовались этой услугой. Один незначительный такой покус, это не разорвали человека в хлам, извините, или до смерти, или не убили. Вот это всего-навсего покус. Почему произошел этот покус? Суду нужно было внимательно разобраться. И с флегмоной в том числе. Но учиться, что моя фамилия Зубков, придумана была флегмона, чтобы натянуть на тяжкую статью, подогнать под эту статью, по которой там от 3 до 6 лет возможно лишение свободы. Вот, ну, товарищи, я пережил многое в этой жизни, переживем и этот негарат. Я считаю, что это дело не сколько криминальное, к сожалению, сколько политическое. Потому что вокруг этого дела появляются и адвокаты от власти, и посадки вот эти никчемные. И не дают адвокатам полноценно выполнить функцию по своей защите. Вот, поэтому разберемся. Всем спасибо за поддержку крымчанам. Сторонники дружно провожают Олега Алексеевича к дверям суда. Вы слышите, как возмущается народ. Вот Олег Алексеевич помахал всем рукой. Пожелаем ему удачи. Я включаю внимание блогеров и у всех, у кого накопятся вопросы, журналисты, дать пресс-конференцию, последнюю по этому делу, надеюсь. Поэтому если есть у кого вопросы и желания, то, пожалуйста, в парк Тайган после суда, там перед ходом, в кафе Прайд, вот мы подготовили место для проведения пресс-конференции. Вот, скуп, скуп, скуп. Водичку вам привезут, пирожки, двое, сажаем, сделаем. Мы каждый с собой возьмем. Само говоря, чтобы решение было справедливое, чтобы не привзято было к вам. Спасибо большое. Вы главный интерес, что не оставляйте конца, но Ольга Ивановна... Нет, ничего, но нет. Сегодня бригады волонтеров организовывают, честное слово. Я вчера подписал отказ от директора, что она всякий случай. Теперь пирожков Ольга Ивановна, опять директором будет сказка Тайгана. Ну, потому что без меня, без меня нужно, если что, вдруг управлять кому-то. Поэтому помогайте семье. Нет. Ну, это обученно. Нет и нет. Мы будем бороться, как не знаю кто. Я думала, как паша Бадема все-таки услышит сегодняшний... Сделать из уникального человека преступника, это только могла наша власть. Поэтому не понятно. Олег Алексеевич, может быть, в переходе забыли этот самый, остались еще под старым? Да они только паспорта поменяли, а судя, все как и было. К крайней манерам. По словам. Позвонили. Спасибо. Удачи, Олег Алексеевич. Друзья, вот армия наших сторонников. Десятки людей собрались и будут здесь стоять и ждать, когда закончится суд. Мы тоже будем здесь до победного. Пока свободен. Временно свободен. Ну, не знаю, что там произошло, но потерпевшая Соломина и ее адвокаты не явились. И доставили, когда Таичка от того, что Соломина заболела. Вот тяжелое заболевание. Поэтому, плюс, попросила после 1 июля. Ну, когда вот за поправки в институт мы проголосуем, чтобы правильно проголосовали. Чтобы шума никакого не было, чтобы все было хорошо. А 3 июня пройдет суд. Юля. Юля. Так что сегодня пресс-конференцию мы тогда отменяем. Вот, которую я хотел. Ну, потому что не о чем говорить. Я не слышал премий прокурора. Я не слышал, кто просит прокурора. Я не слышал, он, собственно, судья сегодня подтверждает ли обвинение или нет. Есть время на подготовку, поэтому... Спасибо всем большое за поддержку еще раз. Спасибо, ребят. Ну, 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 не стоило со всех концов. Ребята с Питера прилетели вон. Стоило. А у нас куртный сезон. Пусть покупают. Поехали, ты гад. Спасибо. А что надо? Спасибо. Так что адвокатам больше не больше на подготовку. Кремлева с утками там не спала, писала после болезни вот эти все прения. Вот. Я верю в своих адвокатов. Они сделают все возможное. Но остальное еще раз говорю. Белогорский суд, и это еще не последний инстанк. Я думаю, она будет обережить еще. Выздоравливает только Соломина. Пожелаем ей здоровья. Устанк. Устанк. Она ей здоровья была. Умирилась. Единственное, еще больше людей должно быть. Давай, давай. Еще больше. Иха. Два года этому делу. Два года. Два года. Два года шло следствие и судебный процесс. Два года не могли сочинить это дело и придумать вот эту плекону. Вот. Но все-таки ее придумали. придумали, потому что вот просто покус в парке Тайган это не призубковь уже, понимаете это, ну как же так, лев же напал разорвал, как писали местные журналисты да, рука усыхает и все такое, ну а тут вот ну да поэтому появилась эта флегмона ну ничего страшного или жерем и эту флегмону давайте коль пресс-инференции нет 22 часа госпожа Соломина находилась в парке вы ей предлагали лечение, предлагали за свой счет самый дорогой больницы объясните мне, пожалуйста, от всего мира почему госпожа Соломина при здравом уме надеюсь, это мое предположение что здравом уме при наличии телефона, не имея ни кандалов на ногах, ни на руках то есть она была свободна объясните мне, пожалуйста, нормальному человеку который знает, что любой покой животное это инфицирование что надо обратиться к врачу надо нормальному сознанию почему она 22 часа по какой причине смотрите, немножко не так все было если уж имеете интерес у нас сорвался судебный процесс чтобы немножко вас информацией так сказать правдивой снабдить скажу, что Соломину покусал лев где-то около 18.00 вот это уже прикусил мы, видя, что этот покус совершенно незначительный выехали с ней из саванны когда вас дома кусает собака или кошка вы ведь не всегда вызываете скорую помощь вы мажете йодом, перекисью перематываете и все то же самое мы увидели что никакого смертельного ничего не порванного ни сухожилия ни вены никакой кровопотери большой нет мы доставили ее в медпункт оказали первую помощь тут же я позвонил одному врачу он на дежурстве был Белогорск, город маленький второму позвонил и приехала вот Татьяна которая оказала ей помощь сразу при оказании помощи когда ей ледокаин вкололи Соломина что первое попросила говорит, что мне ледокаин ну мне не действует дайте коньяк он пошел, дал коньяка бокал она говорит, ты жлоб ты дал мало коньяка дай еще вот я думал, ну пригубит чуть-чуть она выпила один бокал коньяка я принес бутылку она ее допила пока ей перевязывали и зашивали две вот такие вот дырочки после этого она в гостинице была я работал в кабинете в 24 часа пришла заведующая гостиницы Лариса Николаевна я говорю, ну что там может обезболивайся может врача может что-то еще нужно в скорую она говорит, нет, все хорошо она ходит по мостам она планшета смотрит звонит всем там абсолютно но попросила еще бутылку коньяка женщина вы видели вообще хрупкость госпожи Соломиной да если я выпью бутылку коньяка армянского товарищи, что со мной будет я мужик, мне 80 килограмм понимаете она попросила мне не было коньяка в паре не оказалось но оказался 18-летний виски я этот виски говорю, ну может быть это с почет положения к утру виски не было я утром уехал как обычно вы знаете мой распорядок дня утром это суд после обеда прокуратура допрос и потом немножко работа я уехал в суд утром зашел перед судом в 8 утра прекрасно в расположении духа да, с перевязанной рукой вот бутылка виски пустая ужин из 12 блюд пустой и так далее Соломина звонила всем своим родственникам знакомым рассказала все нарисовала узнала кто я кто я подробно вот ну и я приеду после суда сейчас в 9 приедут врачи решайте что дальше будете делать приехали два врача и хирург и та которая оказывала помощь Татьяна Розум вечером вот обратно из суда я ехал в 11 набрал доктора он говорит да ничего абсолютно смертельного и нет но поскольку как вы говорите инфицированная рана животным то лучше чтобы ее заживление прошло под присмотром врачей я говорю ну где лучше ну точно не Белогорская больница куда можно отправить только умирать ну Белогорцы извините меня если вы присутствуете здесь вот там ни медикаментов ни условий ни ремонта еще до сих пор нет Генезис лучшая клиника частная клиника я приехал сразу с машины приехал говорю Ольга она говорит пусть все выйдут я сперва при всех сказал Ольга вот Генезис вот ключи от машины вот мой заместитель я устал в суде мне надо по зоопарку побегать он отвезет вас поместит в палату и все обносит ваше лечение пусть все выйдут сказала Ольга соломина они вышли за дверь приоткрытый ну номер гостиничный кто был у нас в гостинице все очень слышно и все она говорит я не поднимусь с этой кровати какие у меня гарантии я говорю Ольга первый случай произошел в нашем парке я состоятельный человек оплатить ваше лечение компенсировать вам все так сказать связанное с этим отдыхом будете я говорю другом парка на всю оставшуюся жизнь мы еще 40 раз к этим кальвам все исправим все сделаем ничего смертельного нет нет я вам не верю только миллион рублей спасет значит положение миллион даете сейчас и тогда я поднимусь с кровати и это иначе я знаю куда звонить сказала Ольга Соломовна ну надо знать меня человека льва что со мной не получается язык шантажа ни коррупционеров сколько с меня помогали взятки на разных стадиях строительства Ялтинского зоопарка сказка и тайгана никому никогда ничего не дал отблагодарить могу ну что-нибудь там обезьяну подарить образно говоря да вот но ни в коем случае никогда не давал никаких взяток и здесь я на шантаж не пошел говорю Ольга вы расписались в правилах поведения вы знали куда вы идете вы знали что есть ворс-мажор и так далее и так далее но вот она говорит ну я тогда звоню даже времени не теряйте звоните следственный комитет ну а за ночь уже накрутили ее что нужно чтобы было шумно она уже знала что к тому времени состоялось дело по мальчику по охраннику что есть там всякие поклонские уклонские и прочие которые поддерживают подобных потерпевших понимаете берут их как знамя и несут впереди себя в борьбе за зубковым так же поклонское посадить меня не может потому что не за что а используя вот такие вот негоразные происходящие в любом зоопарке мира людей съедают животные по нарушению мер безопасности люди падают к медведям в ямы слоны убивают зоопарк объект повышенной опасности вот поэтому после провала с делом по мальчику им нужна была новая жертва которую по ней несли и говорили какой зубков негодяй показывая вот по этим черноморским всяким сми и россия 1 какой зубков негодяй понимаете как скульптуру на мальчика уронил и не заплатил 5 миллионов маме которая бросила мальчика появляется курваевы всякие и так далее которые потом получают награды из рук главы республики вот ну опустим это все факт то что я считаю что Ольгу Соломину использовали как очередную вот инцидент и жертву для того чтобы она быстро это впитала и почувствовала когда крым24 и все остальные стали каналы брать у нее интервью прямо в реанимации а если вы увидите это видео то это не реанимация это баня сауна понимаете распутное учреждение но никак не больница и Соломина которая должна в реанимации лежать дает интервью и потом с какой-то ходит грязной повязкой с какой-то картонкой как будто ее перевязывали извините в подворотне а не в 6 уважаемой больнице я не понимаю как там перевязывают как там накладывают эти шины вот но это выглядело так во всяком случае я знал что она в руках медиков и за нее переживать уже не стоило ну и чем дальше тем больше это дело обрастало флегмоной во всех отношениях не шло следствия 5 следователей сменились которые увольнялись отказывались не находили никакой судебной перспективы и не находили состава преступления но если очень хочется то может что-нибудь получится старый прокурор предыдущий который ушел об залов сделал все для того чтобы там сплести это дело и передать своему вот сейчас Даниил Анатольевич по имени не помню стадик новый прокурор он ну досталось это дело ему по так сказать по наследству и поэтому он его вынужден толкать и двигать в меру своих так сказать погонов и вот всего поэтому вот мы дошли до сегодняшнего дня с этой флегмоной еще раз говорю если бы суд позволил моей защите использовать свое право на защиту а судья бы взвешивал те или иные доказательства как только бы эта флегмона вышла за пределы Крыма всем абсолютно специалистам врачам хирургам погнойной хирургии и прежде всего таким светилам как Степанов который написал учебник погнойной посмотрели документы говорят ну ребят вы смеетесь пишет рецензии пишет экспертизы говорит ну там флегмоны и близко не стояло вы не понимаете что такое флегмона что есть четкие медицинские показатели когда там высокая температура там давление и так далее и так далее человек 36,6 36,7 дает интервью ходит и ему рисуют флегмону и через 3 дня выписывают из реанимации ну смех и вот из Белогорска ее везли вертолетом санавиации вертолет быстрее дольше взлетает взлету готовится и садится там где-то в аэропорту чем машины довезти за 35 минут скорой помощью с мигалкой от одной больницы до другой политика вмешалась большая политика потому что господа моя фамилия Зубков и все что связано с Зубковым сразу вырастает 6 нулей либо вот такие флегмоны вот поэтому Зубкова можно посадить надеюсь ненадолго потому что потому что человек скорее жив чем мертв вы видите что никаких последствий так сказать это тяжкое преступление которое не вменяют абсолютно для человека не повлияло наоборот человек только ходит хайп ловит два года бросил работу живет в Крыму ему дают адвоката там квартиры стопжают как-то и так далее дают первые каналы для того чтобы она на всю страну там рассказывала какая она профессиональная потерпевшая и какой негодяй Олег Зубков и Тайган это зло есть две правды она где-то наверное вот женщина которая написала удивительное стихотворение Калины и глаза дочери давайте сюда закончим это мероприятие на позитиве давайте послушаем правда давайте я не поэт я не поэт на это меня просто толкнула вот Татьяна она делала репортаж и подошла к летнице она подошла к клетке где сидят львы и с какой интонацией сказала львиные глаза и вот эти львиные глаза ну не могу их выбросить из своей вот головы если что не так пожалуйста простите я с вопросом обратилась к небесам где на земле могу найти я разину и тихо молвили мне небеса ты посмотри во львиные глаза я посмотрела потерялась я пропала во львином взгляде рай я увидала свободу чистоту простую любовь и нежность святую верность и очень странно большую человечность но не увидела я в тех глазах ни зла ни злости ни злобной зависти предательства и лжи нелипкой лести гремучих лиц дышащих спину ядом всю жизнь за чужой счет шипеть им надо и не увидела забора где черной краской гнилые имена чернеют для глаз и вам советую я посмотреть во львины глаза но не тому льву что в клетке два на два а львам свободным львам а львам свободным там где много львов и гордо носа фамилия жутков еще не все и благодарю вас небеса за львиные волшебные глаза спасибо спасибо большое ну а я стою грант своим львам чтобы радовать вас госпожа соломина попала с диагнозом лимона или нет с имферопольской нет в Белогорскую а в Белогорскую нет и выписалась она в Белогорской победе без это лучше мои адвокаты знают Креплёва и Петровсян они такие большие специалисты нет я просто хочу спросить а вы разве несете ответственность за то что происходит во всей Белогорской кондиции разве человек не она не муч и уже не она конечно нет а в чём не она человека что ты задаёшь вопросы Олегу Алексеевичу все друзья мои сегодня много людей приехало из Керчи из Епатории и так далее Севастополь она благодаря Петербурга прилетели точно благодаря тому что работают соцсети так я вас прошу все соцсети в следующий раз здесь должно быть в два три раза больше и тогда будет Севастополь будет постоянно болеть у нас будет для этого время два года идет следствие обыкновенный случай производственной травмы которые ежедневно в России случаются тысячи люди подписывают на производство одновременно подписывают в технике безопасности инструктаж и несут с этого момента несут ответственность сами за себя здесь произошло то же самое директор предприятия суд с таким остервенением ведет это дело как будто бы это Зубков покусал Соломину а не Лев причем произошло то же самое есть инструктаж по технике безопасности и все это чисто политическая заказка спасибо большое вы знаете что действительно в истории зоопарка сказка неоднократно были случаи когда люди нарушали меры безопасности и что-то случалось но это всегда был гражданско правовой спор я помню во времена Украины я сделал день бесплатных дверей для всех жителей Ялты и ну что-то после выборов в городской совет Ялты и пришла девочка мы ее пропустили поскольку она шла со взрослыми тетей и дядей мы думали она с родителями паспортаж не проверяем вот однако она шла с сестрой и там ее будущим мужем и они шестилетнюю девочку гуляли целый день по зоопарку потом сказали чтобы она батоны пошла кормить через кусты через овраги шимпанзе который забился в угол там на своей зоне и он ей откусил вот так фаланги пальчиков был суд гражданско в уголовном деле отказано было сразу потому что нарушение мер безопасности сопровождающими взрослыми это была украина при России это наверное тоже было вот такое же уголовное дело очень жаль девочку очень все но причем здесь причем здесь да дирекция парка который поставил ограждение предупреждающие таблички все дело как нужно по законодательству это был простой гражданско право то же самое здесь гражданско правовой спор считает что услуга ненадлежащим образом оказана документы в суд и все это было бы без вот этих но в России это вот происходит вот так есть решение испытать народ на прочность дойдем мы до революции с вами или нет революцию сделает Николай Николаевич Платошкин только наверное его тоже нужно подвергать он тоже сидит под домашним арестом слава богу поэтому нужно поддерживать тоже Николая Николаевич он мне кажется честный порядочный человек который хочет что-то изменить в нашей стране вот и то что ему меняют чуть ли там не организации там массовых беспорядков и убийства там не пойми что там вот это совершенно тоже из ряда вон выходящее вот человек просто не побоялся смело озвучивать позиции своего дипломатического опыта он говорит народным языком то что мы с вами везде думаем и поэтому его вот сейчас упрятали поэтому как только вы вытащите меня нужно бороться за Николая Николаевича Платошкина тоже поддержать его хорошо? Спасибо! Вступайте в движение за новой соседнице 10 утра 3 июля чем работать? Пошли не работать что сдают за новой соседнице